Сегодня, 16 ноября, по инициативе президента страны, в Узбекистане отмечается Международный день толерантности. Уже стала традицией ежегодно проводить неделю толерантности, а в ее рамках различные мероприятия культурно-просветительского и научно-практического характера. Завершающей череду событий стала Международная научно-практическая конференция на тему «Религиозная толерантность в Новом Узбекистане», организованная Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами, Комитетом по делам религии, в сотрудничестве с Международной исламской академией. Цель конференции – укрепление межрелигиозного и межконфессионального согласия, анализ насущных вопросов и определение задач на перспективу. Известно, что со стороны ЮНЕСКО проводится ряд практических мероприятий, направленных на обеспечение мира взаимного диалога между религиями и конфессиями. Развитие межнационального сотрудничества и на данный момент принято более 70 международных документов относительно толерантности. Ярким примером служит и объявленная 16 ноября 1995 года на 28-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже «Декларация принципов толерантности». По решению Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций эта дата ежегодно отмечается в мире в качестве Дня международной толерантности. Среди участников организованной в столице Международной научно-практической конференции на тему «Религиозная толерантность» в Новом Узбекистане специалисты из таких зарубежных стран, как США, Великобритания, Республика Корея, Турция, Малайзия, Португалия, Армения, Россия, Таджикистан, Казахстан. Сотрудники представительства ЮНЕСКО в Узбекистане, представители дипломатического корпуса, Кабинета министров, Комитета по делам религии нашей страны, эксперты, исламоведы, а также представители этнокультурных объединений, исламских и других конфессий, институтов гражданского общества, национальных культурных центров, научные сотрудники и студенты Международной исламской академии Узбекистана. Всем известно, что 16 ноября во всем мире признана как День толерантности. В Узбекистане он отмечается ежегодно в качестве Недели толерантности. И она в этом году приобрела еще более содержательный характер. На фоне проводимых последние годы по инициативе нашего уважаемого президента Шавката Мерзиоева масштабных реформ, в том числе и в направлении толерантности. Когда в частности открываются новые религиозные организации, происходят большие позитивные изменения во взаимоотношениях между представителями различных национальностей, что также служит признанию нового Узбекистана во всем мире. Конечно, такие мероприятия, конференции, служат усилению уважительного отношения наций и религий друг друга не только в Узбекистане, но и во всем мире. Толерантность должна сопутствовать нам всю жизнь, постоянно. О чем говорит в частности наша религия ислам? 14 веков назад свидетельствовал о дипломатии сам священный Коран, то есть к межнациональному согласию. Мы видим практическое воплощение этой истины в нашем Узбекистане и гордимся этим. В этом плане нам завидуют другие зарубежные страны. Например, в наши религиозные праздники поздравляют представители других конфессий, а мы направляем искренне свои пожелания добра и мира в их праздничные дни. Мы живем, дружно поддерживая друг друга. Каждый свободен в своем вероисповедании. Эта толерантность присуща нашему своеобразному многонациональному народу. Она в сердце каждого нашего соотечественника. Надо сказать, что президент Республики Узбекистан Шабкат Мерзиёев 19 сентября 2017 года на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вышел с инициативой принятия специальной резолюции «Просвещение и религиозная толерантность», что привлекло внимание всего международного сообщества. И уже на 73-й сессии Генассамблеи ООН она была единогласно поддержана и принята при соавторстве свыше 50 стран. Сегодня уже заканчивается неделя толерантности. И мы в таком торжественном нашей встрече встречаем этот праздник и радуемся. И можно сказать, что действительно в Республике Узбекистан это не просто декларация толерантности, а есть действительная жизнь, которая свидетельствует о том, что все люди в этой прекрасной стране живут в мире и согласии и любви друг с другом. Нет никакого различия между религиозными конфессиями, между национальностями. Мы живем в дружбе и любви. Это и константация, и факт. И, конечно, я хотел поблагодарить президента Республики Узбекистана Шавхата Миромоновича и за его неустанные труды, чтобы создать все условия для всех жителей Узбекистана. Не имея значение религиозной конфессии или национальности, он всем отдает свою честь, уважение и заботу о том, чтобы люди могли жить здесь в таком очень хорошем состоянии, положении. Мусульманство в Республике Узбекистана – это доминирующая религия. Но она не доминирует над всеми нами, которыми мы здесь живем. Они просто помогают нам и содействуют, чтобы мы могли мирно и дружно здесь трудиться, вести свое служение. Это огромнейший труд по воспитанию людей вот именно в этом духе нравственности, духовности, полератности, как сейчас мы говорим, дружбы, любви, уважения в духу. 19 сентября 2023 года на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава нашего государства выдвинул ряд инициатив, направленных на решение актуальных вопросов глобального и регионального характера в этом плане. В частности, в Узбекистане расширяются масштабы кардинальных реформ, в основе которых человек, его честь и достоинство. Они нацелены на укрепление принципов демократии и справедливости. Обновленная конституция страны служит гарантом равенства всех граждан, независимо от их национальности, языка, вероисповедания, прав человека, свободу слова и совести. А принятая на этой правовой основе стратегия развития Узбекистана 2030 созвучна с целями устойчивого развития ООН. Второй раз я уже нахожусь в Узбекистане. И первый раз был два года назад. И я вижу, что даже на протяжении этого короткого времени здесь происходят позитивные изменения. И вот те инициативы, которые сегодня воплощаются в жизнь, они восхищают. И очень приятно здесь находиться и слышать то, что ценно для людей и то, о чем они говорят. Ценно жить в новом Узбекистане. И тоже я желаю, чтобы новый Узбекистан был примером для всего мира. Предложено организовать в Узбекистане международный центр межрелигиозного диалога и толерантности для недопущения случаев нетерпимости и исламофобии, для пропаганды в мире идей добра, мира и толерантности. Наша страна – яркий пример эффективно проводимой работы в этом плане. Здесь мирной, единой, дружной семьей проживают представители более 130 национальностей и народностей, официально зарегистрированных 16 религиозных конфессий. Чему отдельное внимание уделено в частности 74-й цели стратегии развития нового Узбекистана, рассчитанной на 2022-2026 годы. Можно сказать, что данная конференция объединяет на пути к единой цели представителей более 130 национальностей и народностей, а также 16 конфессий Узбекистана. Участники выражают свое большое удовлетворение относительно проводимых под руководством президента Узбекистана Шалката Мерзиоева преобразований в вашей стране, в частности и в сфере религиозной толерантности и межнационального согласия. Издревле эта благословенная земля расположена на перекрестке «Великого шелкового пути», где пересекаются религиозные культуры, цивилизации. Такого удачного сочетания вряд ли можно встретить еще где-либо в мире. Насыщенный диалог продолжился тематическими сессиями, посвященными в частности накопленному в этом направлении опыту в Узбекистане и в целом во всем мире, дальнейшему развитию образования просвещения, в роли специальной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, просвещение и религиозная толерантность, в укреплении межконфессионального и межкультурного диалога. Люди делятся опытом мирной жизни людей разных культур, разных религий, разных народов, которым так богат Узбекистан на протяжении всей своей истории. Доклады, те выступления, которые здесь произносятся, они сами по себе свидетельствуют о том, что Узбекистан выбрал очень такой правильный, дальновидный путь, стратегически правильный развитие толерантности, развитие добрых, дружных отношений между религиями и народами, которые являются залогом крепкого, стабильного и процветающего общества. Я рад, что так оцентируете в Узбекистане эту толерантность, потому что это основа для процветания наших стран, приятного сосуществования между всеми. И тогда будет, конечно, мир, благополучие и добро для всех. Просмотренные в процессе международной конференции вопросы отражают реальные благоприятные условия, созданные в нашей стране для мирного сосуществования представителей различных национальностей и конфессий, активного их участия в процессах обновления страны, развития общества. Всё, что сейчас происходит в Узбекистане, это большой пример для остальных стран мира, потому что те саги, которые тут принимаются, создают гармонию в обществе. Узбекистан является одним из ведущих стран в этом направлении. И, конечно, мы очень благодарны Узбекистану за эти саги, которые они предпринимают. У нас есть храм в Таскенте, и наша община туда приходит и удовлетворяет свои духовные потребности, празднует все религиозные праздники и не чувствует никаких ограничений в своей религиозной практике. Ещё раз хочу подчеркнуть, что это очень редко здесь. И это является большой пример для других стран мира в этом направлении. И, конечно, это очень одушевляет и очень полезные такие конференции для создания вот такой мезорелигиозной гармонии в обществе. По итогам диалога принята Ташкентская декларация, в которой, в частности, очерняется насилие и радикализм. Участники конференции едены в том, что всякое проявление терроризма и экстремизма невозможно связать ни с какой религией, цивилизацией, нацией, этнической группой или же системой вероисповедания.